Всем салам алейкум еще раз. Сегодня поговорим с Нуриком. Вот он, Нурик есть. Нурадин Даруну, салам алейкум. Салам алейкум, салам, Макаличейр. Только разобрался, если честно, впервые такое делаю из-за этого. Когда меня дойдет. Как сказать, админом вы будете выступать в этой ситуации? Да, сегодня я, короче, в роли эксперта, в роли живого этого, буду тебе задавать. Походу, мы друг другу можем задавать вопросы. Сегодня это впервые. Хорошо, очень. Мне приятно с тобой поговорить. У нас лучший футболист Аджекистана, игрок сборной такой. Звезда наша. Да, ладно. Давно уже не игрок сборной. Нет, нет, почему? Сборной, помнишь мои слова, тренера приходят и уходят. А хорошие игроки всегда ценят. Так что... А хорошие игроки всегда отстают. Это факт. Да. Ты лучший футболист Аджекистана. Так что... Нурик, такой наболевший вопрос, если ты говоришь о сборной. Давай поговорим о сборной. Почему ты думаешь, что тебя нету в сборной? Сейчас тебя не вызывают. Ну, вы прекрасно знаете то, что... Когда в Омане играл, и вот тогда вот пригласили. Но я не знаю, для чего пригласили меня. Я без понятия, для чего меня пригласили. Потому что, когда я приехал за сборную, в товарищеский матч сыграл 10 минут, а Семян Най вообще не вышел. Если меня тренер не видит в основном составе, я думаю, легионера вызывать, и чтобы он сидел на замене, я думаю, это неправильно. Потому что из-за этого у меня потом были плохие отношения с тренером клуба, и от этого последние сколько, где-то 7 туров я не играл в основе. Только во втором тайме выходил. И вот такая ситуация. Перед Японией вообще травму получил. И вот, если честно, пропало желание. Пропало желание играть в данный момент за сборную. Я там был, я посмотрел, какая атмосфера там была. В какой тренерский штабе, если честно. Я это прямо говорю. В данный момент абсолютно нет у меня желания играть за сборную, потому что там есть игроки, играют. И в принципе, я не нужен. Такие игроки, как я, как Сио Вуша с рожи. Много таких игроков. Я считаю то, что Сио Вуш самый сильный центральный защитник в Таджикистане на данный момент. На данный момент. Но его не вызывают в сборную. Я про себя молчу, я про себя ничего не говорю. Про меня инстат расскажет. Такие вот дела. Ну, всегда сборная Таджикистана. Раньше, вот когда играл я, даже в свое время у нас были старики, были взрослые ребята, которые держали дисциплину в команде. Как ты думаешь, сейчас в команде есть дисциплина? В сборной именно? Слышишь, Шакай Ильич? В сборной? В сборной, да. Нет, нету дисциплины. Я это говорю прямо. Я вот был на сборах в Малайзии, были потом после этого. Мяну в Душанбе перед Япония были. Нет. Я не вижу дисциплины. Я вообще не вижу. Раньше было так, как были старики. Сейчас почему-то в сборной вообще не увидишь взрослых игроков. Причина, как ты думаешь, чему это? Почему так? Раньше взрослые как-то вели команду, должны были держать на их опыте, как-то росли игроки. А сейчас все игроки почти... А Калишер, допустим, сравнивать ваше поколение, наше поколение и сейчас по которому поколению это, как сказать, небо и земля. Ваше личное поколение, там были такие футболисты, в любой команде, посмотри, легенда. Вот легенда. Я там, я не знаю, в любой команде были хорошие игроки. Ваше поколение, вы вот в регаре, допустим, на какой позиции не посмотришь, легенда играет. На защиту не посмотришь, легенда. Акай Рустам, там Рустам Табаров. Про нападающих вообще я молчу. Акай Суроб, как он... А Хурик это... Хурик, я просто, я не знаю, вот с Хуриком... Я не буду говорить людей, с Хуриком Акай Хушедом немножко, но морды когда. Если бы Хурик до сих пор бы играл бы, вот на моем веку я вот столько игроками играл, вот с этим игроком мне очень комфортно. Вот знаешь, вот говорят и не знаешь, что делать с мячом, отдай мяч. Вот Хуршед Махмудов такой игрок. Я собака, я говорил Акай Хурик, назад не возвращайся. Я буду собака, я буду отбирать, я буду тебе доверять. В 2015 год, братан, не только Таджикистан, вся Азия в шоке была от нас. Астрологич нашей игрой пошел, прозащитил. Это о чем говорит, о том, что... Ну да, там Костяк был, Костяк был сумасшедший. И Астрологич. Астрологич советовался с нами, слушался нас, но в итоге он делал, как он хочет. И вот от этого в 2015 году это топовый сезон был, топовый состав был. А сейчас молодые, я как их называю, поколение пепси, короче, Кока-Кола и так далее. Раньше, если я сидел, образно говоря, если Рустам Табаров или Шура Джабуров или Акай Шудёв сказали, Ну, Рик, иди принеси мне воду. Для меня это авторитет, то, что они мне сказали воду. Я еще пошел, кран открыл, чтобы вода холодная стала. А сейчас молодые даже... Я не всех молодых имею в виду, но большинство, большинство охреневшие. Охреневшие. И вот из-за этого они никогда футболистами не станут. Потому что футболистов много, а хороших людей это очень мало. Что за шли? Да. Я вот тоже раньше футбол как-то строился на дисциплину. Всегда были взрослые. Вот ты говорил про Хуршед Махмудова. Я тоже сборная, когда последние годы уже играл, последние два года его уже не было. Для меня это был... Этим игроком я вырос. Например, мы вместе прошли карьеру, увидели много что. На его опыте много игроков выросло. И в конце так с ним поступили. Я думаю, до сих пор ты правильно говоришь. Он до сих пор бы сейчас играл. В его форме, которую он дисциплинировал. Сто процентов он бы играл. Ему хорошего опорника собаку. Ему хорошего опорника собаку. И все. Хурик там чудеса творит. Вот и все. Вот так же сейчас поступают, считай, поступают с тобой, с Фатуллоу, Сява, Доброн Эргашовка есть. Кто еще? Ну и больше нет, мне кажется, футболистов нормальных на сборную. Васиева почему-то. Васиева почему не зовут? Твоя вот... Ну да, я не знаю. Там, знаешь, руководство федерации, руководство федерации, все делает. Все. Я имею в виду Акаи Хурше, Дарустам Мимали, Сайдзо Дашо Рух. Они все делают для футбола. Но вот советчики, кто вокруг. Вот я не знаю, кто советы дает такие, допустим. Знаешь, сейчас в федерации футбола, знаешь, почему судят? Если у тебя хороший характер, если ты не разговариваешь, если ты не огрызаешься, тебя берут в сборную. А если ты говоришь правду и за справедливость страдаешь, ты не в сборной. Из-за характера не берут в сборную, какой бы ты хороший игрок ни был. Но я не знаю, это абсурд. Это я не знаю. Я не знаю. Они хотели этим сломать нас, но не получается. Фарго там играет, допустим. Сиоуз Бангладеш играет. Я, слава Аллаху, здесь играю. Каждый мат 90 минут, в принципе. Да. Ну, еще, дай бог придет то время, когда в футболе будут футбольные люди и все будет четко. Пока, я тоже думаю, да, пока наш спорт, как-то футбол, профессионализм как-то еще не пришел. На уровне профессионального клуба у нас только, наверное, один клуб в Таджикистане играет. Больше я не вижу. Да, Худжан может где-то подтягиваться, но это не тот уровень, который нужен для бычей. Я так думаю. Раньше это был Регар, подтягивался как-то к нам более-менее чуть. Появился стекло, Регар исчез. Сейчас только играет и стекло. Вот обидно, что чемпионат у нас и то чемпионат стал еще слабый. Как сказать? Я скажу то, что все упирается в финансы, да, допустим. Вот в ваше время там команды были, у них хорошие финансы были, допустим, Регар, Талко, допустим, там Хима была, допустим, там Вахш в то время очень хорошо спонсировали. Все заключается в финансах. Вот здесь, да, если так взять, местных футболистов сильных не очень много. Не очень. Но от того, что они раздали паспорта всем. Вот в команде, вот в нашей команде легионер, считаюсь я, Азиат, Джавлон, Збек и два бразильца. Четыре легионера, да? Еще помимо четыре легионера в основном составе играют три. Нигериец, голландец и бразилец, у которых есть паспорт. Уже в команде семь легионеров играют. И плюс там дополнение два-три местных игрока. И в всех командах такая ситуация. И плюс хорошие деньги, от этого уровень растет. Вот я их спрашиваю, почему, вот допустим, вы в Африкане рветесь. Он говорит, зачем нам в Африкане надо? Если у них призовой фонд пиала президент, это наподобие нашего кубка ФФТ. У них призовой фонд полтора миллиона долларов. Чемпионство выигрываешь, там, если я не ошибаюсь, или восемь миллионов, или десять миллионов долларов дают тебе. Они говорят, зачем нам там, короче, мучить себя из-за трех миллионов. Понимаешь? Тоже правильно, да. Значит, финансовый. Ну, все упирается в деньги. Все в деньги упирается. Есть деньги, есть хороший тренер, есть хорошие игроки. Есть хорошие игроки, есть качественный футбол. И все. Это уже все знают. Да. Насчет тренеров, говорим. Что ты скажешь о уровне тренеров таджикского футбола? Наш, местный. Я вот насчет местных, я тебе скажу, что я местный очень хороший тренера. Вот я последний год работал после травмы с Алишером Тухтаевым. Он не как футболист был хорошим, ты его лучше помнишь, Ака. Он не как человек отличный, а как тренер, я не знаю. Я давно такие тренировки проходил в Германии, когда я был, и когда Лазарович в Стихлоле был. У него чисто футбольные упражнения. Вот понимаешь, там, допустим, нету такой беготни у него. У него, допустим, там прыгаешь, бегаешь, там отыгрался, забил, вот это все с мячом. Вот я не знаю, почему Акали Шеф не главный тренер, я понять не могу. Может, нашим не доверяют, у нас есть Аледин Турдыев. Я точно считаю... Аледин Турдыев, фунт, он что сделал. Есть, допустим, Акай Зайнедин, Акай Сафар. Вот Акай Сафар, Акай, если ты на фунт забыл, ты посмотри, как его дидишки играют. Я когда первый раз увидел, я был в шоке, допустим, как они одно-два играют. Хороший. А Срожич, вот после тяжелой болезни, сейчас на ноги встал. Я считаю, что он один из лучших в Таджикистане. У него про-тренировочный процесс. У всех тренеров есть свой характер, Акай Лишерт. Это сам прекрасно понимаешь. Но я к чему говорю это? К чему говорю это? Я думаю, что в данный момент в наших сборных, в наших клубах, я думаю, не нужны тренеры-легионеры. Я думаю, наши тренеры справятся с этим. Да. Просто у нас сейчас и в Олимпийской сборной один тренер, и национальная сборная. Я думаю, неужели у наших местных тренеров для чего готовят? И для чего они дают результат? Я думаю, они дали результат. Что я оказал Алидин? Что Алидин Туды? Вообще, он меня, честно сказать, удивил. Молодец. Я с ним играл, как и футболист. Он был профессор. Я думаю, он и как тренер состоится отлично. Почему бы им не дать шанс? Дать им ту же Олимпийскую сборную? Молодец. Вот мы как футболисты, да, вот для меня что важно? Чтобы тренер был для меня авторитетом. Да, вот допустим, если Акай Алидин станет тренером, он для меня авторитет, потому что он играл на уровне. Я буду его слушать. Если Рахматлов у Зайлов станет, легенда, допустим, я не про всех тренеров говорю, да, допустим, когда Максим Мухаммадиев был тренером, легенда, он Каюмыч, они легенды таджикского футбола, да, допустим, когда они тебе говорят, ты их слушаешь, они говорят, поверьте мне, мы тоже были футболистами, и на каком уровне мы, они играли, на каком уровне, и грех не слушать их. Вот когда тренер авторитет, когда такие игроки, как я, как Фат, Ахтан, Падридзу Марбаев, Искандар, Алик, мы вот с открытым ртом слушаем их, вот тогда будет результат, понимаешь? А когда тренер не авторитет, допустим, очень сложно, очень сложно, допустим. Вот, допустим, сборная, сборная, вот тренерский штаб, да, допустим, Акай Далер, да, он хороший человек, он отличный, ну, бедный вообще, я не знаю, там какая система, он вообще на треневках ничего не говорит, только там фишки расставить, да, допустим, молчить, ну, для меня нет там авторитета, поэтому, там для многих такая ситуация, как у меня, просто у меня есть смелость сказать это в лицо любым, а у некоторых это внутри бояться места в сборную попасть, потерять, то есть. тренер, тренер, я тоже сегодня много думал о тренерах, о тренерах вообще, сборной, когда сам еще играл, знаешь, самый запоминающий тренер для меня получился, это Пулот Кудыров, не знаю, вот я много чего сопоставлял, и думаю, единственный, кто поступал, поступал честно по отношению и к игрокам, и думаю, по отношению к себе, это был Пулот Кудыров, вот такой Пулот, вот такая Пулот, вот допустим, он, вот как сказать, он объяснял нам, да, ну, грубо говоря, в то время по футбольному, в принципе, он много чего не знал, но он, знаешь, он вот так с нами общался, да, Бачаджон, вот он так нас настраивал, он вновь в доме в карамеканде, он и, что при ступор writing. вот это да, это результат мы иисло. Нwasser нас Люди говорили говорят также, женщины говорят, женщины говорят, что женщины говорят, женщины говорят, а нас не знали, чтоída и женщина нет ни заCareم, они ни за、 не убитые любят женщины извин temа, нет ни за contrario, почему мяч пишем, если женщины говорят, я не знаю, мы женщины значит, Просто они тут говорят на таджицком, разговаривать надо, просто подписчики, тут многие русские, да, допустим, не знают, да, допустим. Я тоже закончил русскую школу, просто мне легче говорить на русском, бахшиш, бару-дару. А если будут какие-то вопросы, будем говорить на таджицком. Тут вопрос задали, что скажете, мубиниргас, мубиниргасов, это, я еще раз повторю. Повторюсь, что один из лучших тренеров в Таджикистане, да, у него сложный характер, но в любом случае мы с ним общий язык находили и, как сказать, добились хороших результатов, в принципе. Ну вот, сильная, тяжелая болезнь, в принципе, его отключило от футбола, но он вот сейчас опять начинает входить в эту систему. Да, Астрович, Астрович, Астрович. Да, Астрович у него очень сложный характер. Когда, помню, мы 1-8 финала играли в 2015 году, короче, и там у нас штрафы собрались. Ну, у каждого игрока там нормально, нормальные штрафы вышли, там, 2 тысячи сомонов, 3 тысячи сомонов. И он нам сказал, 1-8 выиграть, я все вам прощу, короче. И мы выиграли, потом через неделю за зарплату приходим, оказывается, штрафы не убрали, всех штрафанули. И у нас бунт начался, короче. И Астрович нам обещали, вы нам обещали. А в итоге, короче, взяли, вот эти деньги ушли. Я еще против Астровича в свое время в футбол играл, Нурик. Да. Как игрок он еще, я помню его. Здесь вопрос задают мне. Барсиш, почему ты закончил играть? Я получил тяжелую травму, так получилось, не смог восстановиться. Сделал операцию, одну, вторую, и неудачно все. Получилось, пришлось закончить футболом. Из-за этого так получилось. Еще, если честно, клуб со мной не поступил, как-то нечестно. В лице нашего начальника клуба. Так что футбол такая вещь, когда ты на коне, ты всем нужен. Как ты сломаешься, коня и убегаешь. Когда ты на ходу, ты нужен, а когда ты... Да. В принципе, в моем случае, слава Аллаху, что вы стеклали руководитель. Он очень большой человек, ты сам это прекрасно знаешь. Я получил травму, в принципе. Он очень сильно поддержал меня. Несмотря на все это, он подписал меня, был в команде, с финансами помогал. Насчет этого я очень ему благодарен. Да. Ну, это, видишь, зависит все от руководителя. Когда у тебя руководитель порядочный и честно относится к игрокам, все будет хорошо. Тебя и вылечат, и поддержат. А завтраками кормить... Знаешь, сейчас большинство руководителей в клубах, знаешь, не имеют спортивного образования даже. Они... Вообще, я думаю, футбол сейчас нужно переводить на профессиональный вид. Как это? Если ты тренер, ты должен иметь обязательно профессиональное образование спортивное. Что ты учился на тренера. Или ты менеджер, ты должен иметь определенный спортивный менеджер, должен иметь диплом. Или ты должен заканчивать. А так сейчас, знаешь, по старой системе люди, которые работали 20 лет назад, они сидят в клубах. Они так же сидят. А футбол движется вперед. А эти люди затормозились, знаешь, в прошлом веке. Сидят в 90-х. И им... Да, да. Они бегают, они не гоняют, они не хотят, чтобы футбол развивался в их клубе. У них все, у них стабильность, как говорится. Тихо поели, тихо мало взяли. И все, самое главное это. Вот эта система... Нет, я вот задавал вопрос даже Алишеру Урунову. Каким критерием вы делаете лицензированные клубы? Вы проверяете, кто из них? Кто, кем и работает вообще? Есть у него образование профессиональное, чтобы он был? Знаешь, вопросов много задавал, ответов не получил, ну, Рюм. Не, Алишер, я тебе сейчас одну версию со мной согласился. Это уже глобальные проблемы. Мы у нас, допустим, вот я сколько вот вы стихлолик был, я хотел наладить элементарное, чтобы, допустим, я был готов, и зарплаты каждый, давай там, допустим, по 5 или 4 процента, чтобы купили еще две машинки в раздевалку, и администратору дополнили бы зарплату, и приходишь, твои вещи тренировочные лежат уже. Ты просто, как футболист, приходишь не с рюкзаком, а, допустим... Ну, как... Да, с личной гигиеной, да, пришел, да. Вот здесь все клубы такие, даже на 18-м месте все такие. Там приходят с маленькой сумкой в раздевалке, все твое уже готово, да. Я вот это вот элементарное хотел наладить, но не получилось, да, не получилось. А, допустим, вот этот сезон, да, ты про лицензирование говоришь. Вот Худжан, вторая в Таджикистане, да, они вышли на первую игру без Шеврона. Понимаешь? Вот такие вот нюансы. У нас надо с меньшего начать, допустим. А так, в принципе, стараются, руководители делают, но все-таки что-то не получается. Или советы им непонятные дают, или... Я не знаю. Понять не могу вот это. Понять не могу. Я не знаю. И спонсора не солидно. В начале сезона все рюкзак начинается, в середине сезона все команды распадываются. Это надо понять. Ну, пока у нас футбол неприбыльный, поэтому, допустим, как сказать, спонсора. Кто хочет просто так на ветер деньги давать, опять же. Если люди сильно любят футбол, да, базар ноль они дают, но... Как тебе сказать? Ну, будет ли играть? Смотри, вот сейчас, например, в нашем чемпионате сейчас, Хатлон, открытие сезона. Играет вообще здорово, молодцы. Первая, вторая, третья игра. Сейчас он чуть-чуть, смотри, не будет платить деньги, команда тоже второй круг распадется. Куда? Зачем? Почему? Нет. Ну, если Хатлон распадется, это будет очень большая ошибка таджийского футбола. Но, слава Аллаху, то, что уже позвонили, там, допустим, сказали, уже поддерживают их, клянусь Богом. Я когда смотрел этих ребят, они очень приятно удивили, очень приятно, потому что просто так вперед не бьют, катают, против пестивола, они очень достойно выглядели, очень. Очень достойно выглядели. В конце не повезло им, я думаю, то, что эту команду по-любому поддержать надо, по-любому. А там, они не сумасшедшие зарплаты получают, там, сделай, ребята, максимум 3 тысячи, 3,5 тысячи, они будут рады, они будут прыгать. И все, мотивация нужна, мотивация. Да. Ну, здорово сыграли, да. Думаю, они в этом году многим еще кровь попьют. Дай Бог. Да, и конечно. Восстановлю. Спокойно, спокойно. Самое главное, Хатлон, им была, как сказать, ровная поляна. Вот им нужна ровная поляна. Если ровная поляна, они раскатают. Они Хаджен на выезде раскатали, это был уже шок. И Стеклол практически выиграли, но, к сожалению, в конце допустили немножко ошибки. Я считаю, судья ошибся там. Судья ошибся, не с пенальти. Это чисто мое. Судья ошибся с красной карточкой. А эти уже пенальти. Это чисто мое субъективное мнение, Акай Лишер. Я всех судей знаю. Я с Дадабаевом дружу, я с Акай Сайодом дружу. Я к ним очень хорошо отношусь. У меня никогда с ними конфликта не было. Акай Нашу я тоже хорошо знаю. И вот, я думаю, что в такой игре на 95-й минуте такой пенальти не стоит давать. Если там 100% подкат сзади, сбоку, да. Но как Акай Ориф сказал, красная карточка, он поторопился, потому что он не взял учет дух игры. А почему пенальти он не взял дух игры, да, допустим. И не только я говорю, он квалифицированный рефери из Ирана, он тоже сказал, тоже на 95-й минуте при такой игре такой пенальти не ставят. Потому что, как сказать, да, фолл был, но я думаю, это чисто мое субъективное мнение. А я по-другому это, короче, сделал. Вот эта красная карточка, а уже после, когда получил пенальти, это уже рефери просто себя потерял. Насруло себя, короче, полная гомка. Ошибка. Думаю, Хатлон обязан был выиграть эту игру. Если бы они выиграли, вообще бы чемпионат у нас вообще бешен. Неужели появилась команда, которая может смотреть лол дома у себя? И это, знаешь, редко, когда такое увидишь или услышишь. Я сам всегда бился против вас, Нурик. И с Хатлова, когда вышла команда, всегда ну, сосав у вас был сильный всегда, Нурик. С вами было приятно. И за счет игр ваших я, короче, всегда попадал в сборную. Для меня из Хатлова это была как путевка в сборную. С вами играешь хорошо, сборную вызывает. Плохо играешь, сборную не вызывает. Зоир Джурабоев братишка говорит, что 100% в пенальти был. Ну, как сказать, из тех, в моей семье братишка, но справедливость это справедливость. Ну, как сказать, чисто мое субъективное мнение, я еще раз говорю, то, что судья не должен был пенальти давать. И не только я так считаю, он, судья Сырана, судья Фифа, понимаешь, он, допустим, говорит, что в такой игре на 95-й минуте такой пенальти не ставил. Это факт. А на что там? Ну, да, в то время, как, вот 2015-2016 год, еще вот 2017 год, это уже конец был, уже после этого немножко начали хромать. Вот 2015 год мне такой, в данный момент он один из лучших полузащитников страны, Джон Гирергашев, который играет в Бангдадеше, он мне говорил, что, Нурик, когда вы приезжали в Хаджан, вот тот в 2015-й год, экипировка, наушники, дребицы, красные, вот он говорит то, что я с Алиевом мечтал, чтобы в стиху попасть. Представь, такие игроки мечтали, чтобы в стиху попасть, братан. ведущий клуб Таджикистан, флагман сейчас, любую игру хочешь. быть чемпиона, ну, ты у нас уже сколько раз чемпионом, многократный чемпион Таджикистана, ты уже, медали, в красный, по-моему, кубок выиграл прилично, АФК выиграл, лучшим признавался, вот АФК надо было один раз выиграть, и можно было карьеру заканчивать, к сожалению. Два финала, и обои, дома, какой-то был, блин, такой шанс был, ну, я за вас так болел, если честно, хотя Истеклоу для меня, это как соперник, всегда бился с вами, хоть и головой об стенку, но бил. Ну, а когда вы играли в финал, особенно на Фрунзе, это было что-то, ну, обязаны были выигрывать, но и состав у вас был вообще бешеный на тот момент, когда еще Блэдов, вот они были, Мамурис. Вот, блин, до сих пор я говорю, вот эта обида не должна быть. Этот финал нам по-любому не дали выиграть, потому что Султан Джохора прилетел, он там был на частном самолете, а ты знаешь, что квартира Африка находится в Малайзии, там очень, мы забили три гола, хорошо, два были вне игры, но третий был стопроцентный гол. Джохор в тот момент не был силен, как сейчас он, да, сейчас там такая инфраструктура, там просто космос. Можно было выиграть, но нам бы не дали выиграть, а второй уже финал в 2017 году, там уже команда была намного сильнее, там игра была до гола, кто забьет, кто выиграл. Вот они забили и выиграли, в принципе. но я думал то, что когда 100 счет отбил пенальти, думал, выиграем матч, но увы. Увы, да, это спор. Нурик, тебе здесь вопрос задаю, ты в Худжан, по окончании своей карьеры, в Худжан, не хочешь поехать? Не, не, спасибо большое, я очень уважаю Худжан, очень люблю этот город, в принципе, но в Таджикистане, даже если я буду играть, кроме Стихола, я нигде не вижу, потому что Стихол семья моя, я только там играть буду. Хорошо, еще один вопрос, Сурик, как думаешь, когда Худжан станет чемпионом? Или вообще когда-нибудь он будет им? Конечно, будет чемпионом. Вот, многие говорят, то, что Стихол не дает, и Стихол не дает, и Стихол не дает, и так далее. Ну, во время, когда топовый состав был, Кулябже, два раза чемпионом стал, да, допустим, был состав сумасшедший, болельщики были сумасшедшие, стали же чемпионом, да, допустим, были моменты, когда нас обыгрывали. Это футбол, если они будут настраиваться, биться против Стихола, и Стихол только можно настроем выиграть. Классом его сложно выиграть, потому что там квалифицированные игроки, они вам не дадут. А если они настроятся, то, я думаю, в Таджикистане невозможно выиграть Стихол. Вот с Хатлоном почему так получилось? Потому что ребята не настроились. Понимаешь? Если Стихол настроится, а как ты сам это понимаешь, сложно против них играть, сложно. Да. Мне много вопросов задают, когда Худжан станет чемпионом. Я говорю, чтобы стать чемпионом, надо в два раза выше быть из Стихола. Ну, не думаю, что... В свое время я с ними, тоже они были нашими конкурентами, Сригаром, они постоянно бились, сбились, но ничего не получилось. Иногда бывало, даже в последнем туре у нас чемпион определялся. Мы играли золотой матч с Худжандом. Я помню этот день, 28 октября 2008 года. Вот такой был последний, когда чемпионом был Регат. Мы играли с ним золотой матч. Вот считай, нам только нужно было выиграть. Если мы проиграли, ничейка, Худжан был бы чемпионом. Мы их у них же дома также два нот сделали, и Худжанд вечно второй как-то был. И сейчас, мне кажется, в ближайшие 5-6 лет чемпион своим еще не светит. Я не думаю, что они готовы быть чемпионами. Да, просто они потеряли вот этот, знаешь, дух чемпионства, да? Поэтому сложно. в принципе. Господин Додов, вы еще кого-нибудь любите? Сейчас я отвечу. Я говорю, Худжанди сейчас поменялось руководство, сейчас руководство стало более солидной. А Каймурот приезжают туда, допустим, и Таджийский. Что скажешь о Каймуроте? Как менеджер, какой он? Ну, как менеджер, он профессионал своего дела, да, допустим, он, ну, в принципе, люди вот того края, вот, в Худжанди всегда отличались профессионализмом, работоспособностью, да, допустим, трудолюбивый, очень грамотный, такие, тактильный. в принципе, Акаймурот очень хорошо справился со своим делом, в принципе, к нему вопросов никаких нет. И сейчас, он, думаю, справляется, но просто иногда бывают поражения, но я думаю, то, что в этом никак менеджер не виноват, так и я не могу ничего сказать. Там сейчас играет твой товарищ, наш товарищ, близкий друг наш, Фатулов-Фатулов. Что об этом скажешь? Почему он не остался в своей столовой? Хотя всю жизнь играл бы с Теклоли. Ну да, он всю жизнь играл бы с Теклоли, он много чего дал из Теклоли. В 2015 году я тебе скажу, то, что эта связка впереди, Фат, Махмудов, Диджик, Манула, Ману. Наше дело было просто отобрать мяч, отдать этим парням и все, они все творили чудеса. я не знаю, я не знаю, вроде Левченко хотел его в команду, но там, что случилось, как получилось, я не знаю, в принципе, этих нюансов, что там случилось, кто там был против, и Фат оказался в Хадженте. В принципе, у Хаджента тоже хорошая команда сейчас, просто им надо сплотиться, как семья, да, допустим, и биться, вот и все, потому что против Хаджента и Стихола все будут настраиваться. Да. Здесь вопрос задают, Ахтам Хамракулов сейчас отдыхает дома в Кургане он. Был в Америке, прилетел, сейчас дома. Нурик, тебе... Самый перспективный игрок на... Нурик, самый перспективный молодой игрок... Самый перспективный молодой игрок я не могу назвать одного. я не могу назвать одного, но чисто по моему мнению, может, я некоторых не знаю еще, допустим, Эхсон, Паншамбе, Табре, Далакмир, Шеридин, Бобоев, они уже не молодые. Они уже не молодые. Он уже не молодой. Но они должны заиграть уже, когда возьмем из вот этой команды чемпионат мира, да, Рустам Суирл. Я с ними сборы проходил вот этой зимой перед тем, как в Аману лететь. Рустам Суирл, Амадонни, Ислон, Эммо Мали, кто там еще, Джонни Бейк. Вот этот вот состав, вот большинство очень перспективных, да, очень перспективных, очень хороших игроков. Вот костяк локомотива по миру, который играет в высшей лиге. Если они будут так же продолжать играть, думаю, они заиграют. Но мой им совет, мой им совет, да, вот как футболиста, нас, мы когда в Академии Минска были, нас учили, да, тренер, он говорил то, что если хотите занять первое место в республике, ставьте задачу занять первое место в юнической лиге чемпионов. Тогда еще было это. Если не получится Лига чемпионов, займешь по-любому первое место в республике Беларусь, да. Если будешь метиться первое место в республике Беларусь, займешь третье место. Короче, всегда планку выше ставь. Вот то, что они сейчас играют, да, в высшей лиге, то, что Рустам иногда выходит на замену Амадонии выходит, чтобы это не было для них пределом, чтобы они работали, работали, выехать за границу, где-нибудь играть в хорошем чемпионате, да. Вот это я им посоветую, вот и все. Я думал, это нападающий, который сейчас выисликал, Сауиров, да? Я думал, он сидит, нет, нет, не лучше было бы, если бы он играл бы так же со своими раввестниками. в команде. Ну, вот смотри, да, смотри, да, здесь палка от двух концов не берут, потому что не будут ставить, да, а вот посмотри, с замены вышел, три гола забил, но я думаю, что этот матч он в основе выйдет. Он, в принципе, принял вызов и сыграл, понимаешь? Ну, для меня, для меня, вот, я тренировался, я видел игру десятого номера Локомотива и слома. Ну, я давно такого нападающего не видел, я не знаю, у него, он, допустим, он и может нападающий сыграть под нападающий, он, знаешь, такой таран, как такая суровая играет Амидов. Он очень перспективный. Вот, недавно на сборах были, Филипчук его к себе хотел, но я не знаю, что не получилось там, что-то не, ну, не знаю, там, какие-то подводные течения не получилось, а Филипчук его сильно хотел в Спартак 2. Нура, ты держишь Рузу? Нура держит Рузу, я знаю. Амдулиля, держу, держу Рузу. Опять. Вопросы такие, кто финансирует из Техлоу, Нура? Кто финансирует из Техлоу? Ну, вы видите спонсора на майках, да, но официальный спонсор из Техлоу главный, это завод, который выпускает питьевую воду, Сьема. А потом там идет Добрый Сок, аэропорт, я уже не помню, спонсоры у них написаны, но основной спонсор у них Сьема. Понятно. Так, 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 так. Додов, ты из какого года? Я из Турции Узаде, город-герой Металлургов. Суровый город Металлургов, да? Так, Раматис Сурок Касимов, когда мы приезжали в сборную, раньше он так приходил на Суни, ну че, регарцы, зажирались алюминиевые пыли, бегов. Раматис, генерал. А вот я вот всегда хотел спрашивать, вот допустим, там никаких болезней не бывает, но вот эта пыль же на город идет пока? Нет, у нас, знаешь, перед городом есть лесополоса и весь, знаешь, ветер. Туда идет, то сюда идет. Он в сторону города никогда не идет, ветер. Это так сделано в союзское время специально, я не знаю почему, как это. В сторону города у нас вообще ничего не идет. И вообще в Ригаре, если дать совет ригарским, покупайте зубную пасту без фтора, потому что фтор у нас везде есть. Так что мы выросли. На фторе, да? Да, там про кого? Так, Додов, про Усима Бубоева скажи. Расскажу вам про Усима Бубоева, ладно. Это футболист вообще не, я таких игроков не видел нападающих, у которого нету ни техники, нету какого-то там школы, мастерства, но забивал он, я вам скажу так, выходил он на замену на 10-15 минут и делал покер. Просто у человека был голевое чутье у нас, он всегда был перед мячом там, где нужно. Все, забивал, и он был лучше. Он бомбардир республики, я не знаю, он сколько там, 40 сенток заколотил за один сезон. Я не знаю, всю жизнь, вот последние два года, два или три года, вот всю жизнь у Ригара были сумасшедшие нападающие, Оливейра, Акай Суроп, Акай Осин, Кома, Нурхонов, Нурхонов, мой сосед. Юсуф Хабиев тоже у нас играл, тоже был мощный в свое время. Через Ригар, Нурик, прошли все лучшие футболисты Таджикистана. Да, от Рахмана. Тогда я маленький был, перед тем, как в Беларусь уехать, я когда видел футболистов в Ригара, экипировка, там, куртки, там, сумка, там, мы мечтали в Ригар попасть, но тогда было очень сложно, очень сложно, понимаешь, потому что тогда такие футболисты играли. Тогда можно было попасть, если за границей ты хорошо бы отыграл и потом вернулся бы, ты бы попал, а так в Таджикистане играя сложно было попасть. Да, с нашим тренером, с нашей конкуренцией у нас два одинаковые состава было, ну да. Да, да. Пробиться было очень сложно. Еще в то время футболистов много было, очень много было. Да. Знаешь, когда я думаю, наш футбол пошатнулся, помнишь, когда сделали закон, что возрастные игроки не имеют права играть? А, да. Вот это, я думаю, короче, чуть-чуть наш футбол пошатнуло, потому что на стариках футбол, я думал, держался. Я думаю, что в команде до сих пор должны быть старики, ну, в каком смысле старики, опытные игроки, не старики прям, у нас уже считается за 30 переходов уже говорят, ты был бичный. Ну, игроков всегда имеют троих, четверых в команде, которые будут держать команду в смысле дисциплины, там, поведения, потому что нужно контролировать, всегда, я думаю, взять их всегда нужно по ежевых руках. Этому мнению придерживаются даже великие тренера в Европе, допустим, они все говорят, что на одних молодых нельзя и невозможно построить команду, по-любому внутри них должны быть старики, легенды и так далее, в любой команде, в любой команде, вот возьми, мира, а у них есть возможность омолодить, образно говорю, вот Барселона, да, у них вторая команда, там все игроки сумасшедшие, но почему они конкретно не омолажают, постепенно, постепенно, потому что старики, они нужны, они нужны, потому что они учат новых игроков традициям клуба, учат, как вести себя, да, допустим, это очень такой показательный момент. Здесь мне вопрос задают, свой самый такой матч, какой, я вот могу сказать, если взять два матча, если разделить сборную Таджикистан и клуб, за сборную я сыграл свой лучший матч в Сингапуре, первый мой отборочный матч за сборную, я вышел во втором тайме, отыграл, я так никогда не стоял, знаешь, это было именно за сборную, а за клуб, самый мой незабываемый матч, это финал Кубка Таджикистана 2012 года против с Истеклова, против вас, Нурик, если ты помнишь этот матч, на Фрунзе мы проиграли, да? Не на Фрунзе, в Ленабаде был этот матч, тогда еще был Кавазович тренер, мы проиграли, да? Мы по финалу тебя вас обыграли, девятером, вот это последний момент, когда ты вытащил, помнишь? самый такой матч незабываемый до сих пор это 6-7. Я вот этот момент тоже помню, Чори отобрал, я Аксмал отобрал, и я в подкате у него в штрафной отобрал, и с двух метров я не попал тебя, когда ты ногой отбил. Да, это было, наверное, на 89-й минуте. Мы выиграли тогда в Ужанди, да, это был такой, это последний трофей, что выиграл Регат. Сейчас нету таких матчей, сейчас таких сумасшедших матчей нету, допустим. То же самое с вами, да, в Рига играли, в стадион на 60% полный был, а про Куляб я вообще молчу. Здесь вопрос на Куляб. Да. Когда был чемпионом, когда стал чемпионом, 2000-лет, какой был год? Мы не проиграли ни раз Кулябу, но не стали чемпионом. Я отвечу так, это говорят про Куляб. Я за Куляб сам играл в свое время год и отдал этому клубу год моей жизни, как говорится. Хизмат Кадагиум. Не, я не знаю, вот когда стадион собирался, любой футболист, даже я в глубине души, мы хотели за Куляб играть, потому что 30 тысяч поддерживают тебя, а это самое главное для футболиста, я считаю, это болельщики. Я думаю, я в глубине души хотел за Куляб играть в тот момент. Это был 12-й год, да, они стали чемпионом? 12-13, два года, да? Да. Закир Бердекулова Мешно Сетон Мин. Да, конечно, знаем, это Галеодор, больше него, никто в Таджикистане голов не забивал. Здесь Фирус Караев вопрос задает мне, индейцы где находятся? Индейцы, Фирус Караев, ты же знаешь поколение индейцев, ты, Шарипов, я вас так называю, Бабаджанов так. Так, Нурик, тебе вопросы, сумасшедший матч, Худжан, 4 с пол, не забудьте, готов ФФТ хотел уничтожить, но это, блин. Нурик, расскажи про Самада Шолзухурова, я не знаю, почему, но тебе много вопросов задают про Шолзухурова, что случилось между собой, почему говорят... Я не знаю, это знаешь как, это с воздуха, с воздуха, не знаю, информацию берут. Ты помнишь, когда-нибудь я Самада сломал, у Самада когда-нибудь была тяжелая травма? Я вот, я даже честно сказать, я не знаю, почему он закончил футбол, вроде бы он такой был, блин, он такой надежный. Я убегал. Выстекло ли, выстекло, да, 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 Слышишь меня как? Да, 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 да. Я говорю то, что с Самадом, когда вы стекло ли играли, он играл в основе, я был на замене. И как я мог его сломать, да, допустим, вот недавно был прямой эфир, мне сказали этот вопрос, то, что я на тренировке его сломал, и у него карьера сломалась, я начал играть. Но в Истекло ли, первые годы я играл нападающего, Самад был полузащитником. У нас до сих пор с Самадом хорошее отношение, то, что вам говорят, то, что вы думаете, это все вранье, а насчет его футбольных качеств скажу, то, что даже со мной Акай Алишер согласится, такого центрального полузащитника, который так прекрасно видит поле, я думаю, до сих пор я не видел. Он мог через себя дать один на один, допустим, он был сумасшедшим игроком, но я тоже, как Алишер, без понятия, не знаю, почему он закончил с футболом. Один Аллах знает, и сам Самад. Я вот все думал, что он будет, как Хуршед Махмудов играть. Я думал, это применник будет Хуршед Махмудова, потому что на его позиции, как Хурик, например, я сейчас не вижу таких игроков, чтобы играли, как Хурик. Именно по мыслению, как работает голова, видение поля, ну и Самад, почему исчез, когда он успел травму получить, или получал он вообще ее, или нет. Я не знаю, я не знаю, у него не было серьезной травмы. Я не знаю. Хураков сборная забирает в армию сейчас, это модно. Ну, знаете, когда забрали там пару футболистов, сказали, что сборная, ну, знаете, надо служить, если у тебя пришел возраст, я думаю, надо отдавать свой долг. Если ты, у нас только, если ты ебаный сын в Таджикистане, не имеешь права, не служить. А так, если у вас братья, извини, вы обязаны отдавать как-то долг в своей стране. Так что, все служили. Был такой момент, ну, меня из дома забрали, чтобы в армию служить. Мы обыгрываем, короче, ЦСКА на выезде в Душанбе, министр обороны был на трибуне. И мы обыгрываем их крупно. Не помню, какой счет, ну, больше трех-четырех там. Утром рано меня в полседьмого утра из дома забрали. Прикинь, мне стучатся домой, я открываю дверь, меня с двух рук забирают. Говорят, приказ министра обороны, отвозят военкомат, все, меня уже оформляют. Я говорю, э, вы что, я служил-то? У меня есть военный билет, говорю, у нас президент клуба в то время был, Михаил Афгар Мирзоев. Все мы служили, нам всем давали военные билеты. По приказу министра меня почти, во второй раз чуть не отправили служить. Потом, нет, военный билет есть? Я говорю, да, есть, все равно будешь служить. А по закону, я единственный сын, по-любому нельзя. Потом меня отпустили, меня и что-либо, Фаруха. Был такой у нас, этот. Так что, если забрали бы, я думал, отслужить, два года быстро пройдет. Так что, если мастерство, если у тебя есть, оно никуда не уйдет. Так что, ребята, не обижайтесь, свой долг родине надо отдавать. Так что, не надо на это обижаться. Да, все равно. И трагедия. Салам алейкум. Так, после завершения Нуре карьеры в сборной хочешь работать тренером? Никак нет. Я вообще в футбольной сфере ни тренером, ни чем так официально не хочу работать. Я хочу, как сказать, в правоохранительных, в правоохранительных органах работать, в МВД. Вот что-нибудь такое связано. И, дай Аллах, вот на этом уровне еще 3-4 года поиграть, собрать какой-нибудь капитал, и хочу два-три стадиона в Таджикистане построить, и там бегать со своим сыном, допустим, у меня много знакомых, у них дети, буду с ихними детей заниматься футболом, и все. А я хочу... Это предложение вышло, министром спорта будешь служить? министром спорта. Если я стране буду нужен, я на любую должность соглашусь. Если я нужен стране, на любую должность. Вот, допустим, нужные люди скажут, нужные люди, пока еще раз знаю, про кого я говорю, а там уже против Лома нет приема. Я пойду, буду служить, и буду предан своей стране, вот и все. Ну, Рик, теперь расскажи про свой самый сумасшедший матч в карьере. Еще вопрос, это некрасивый вопрос, договорные матчи были в моей карьере? В моей карьере договорников я никогда не играл, я не знаю. Да, у нас, в принципе, договорники там, где миллиарды крутятся, в принципе, у нас не было никаких договорников, не было никогда. Там, допустим, были моменты, когда играешь, там, ну, там в команде все знакомые, все друзья, ты выигрываешь 5-6-0, и там твой друг говорит, ну, я хочу забить гол, но бывает так, я специально его сбиваю в штрафной площадке, он забивает пенальти. Такое бывает чисто по-братски мы делаем, а то, что договорников на высшем уровне не было такого. Да. Теперь о своих матчах. Какие матчи ты не знаешь, которые ты невозможно забыть? Ну, я думаю, в матче невозможно забыть вот эти два финала АКЛШ. 2015-2017 год два финала АФК, это невозможно забыть. Это обида, это обида. А яркие матчи, которые? Яркие матчи 2007-й год чемпионат мира против Америки. Вышел, забил, 4-3 выиграли. Салам алейкум. Я смотрел эту игру, я весь в Аджикстан в то время танцевал, пели, радовались. Было здорово. Я помню. Азам, салам алейкум, густам тхеи. Меша, азам мой друг пишет, он тоже с Хаджэн, это очень мой друг, близкий, он как родственник, он мне говорит, начальник УВД, шарик, худжан, меша, и шолох, худох, меша, мчибанэ. Так, 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 Далер, здесь просто сказать про Далера Тхутасунова. Далер Тхутасунов, профессор таджийского футбола, таких, Лидеру, как он центральный защитник. Далер, Далер, Акай Наим. Знаешь, я перечислю четырех защитников, которые на самом деле центральные, они реально лучшие. В мое время это были Ахлидин Турдыев и Комиль Турсунов. Комиля Турсунова ты знаешь? Не, я не помню. Ургутский был один Комиль Турсунов, а до моды Абдулова Родов был. Он лучший защитник 99-го года в Узбекистане признавался. И Наим и Далер. Вот этих четырех защитников работали и правая нога, и левая нога. Я знаю, что это двухногие. Далер Далер играет, вот Файскан тащит. Все собрались как раз. И наиболее разобрался, если честно. Впервые такое делаю из-за этого до меня дойдет. Как сказать, админом вы будете выступать в этой ситуации? Сегодня я в роли эксперта, в роли живого этого. Буду тебе задавать вопросы. Походу мы друг другу можем задавать вопросы. Сегодня это впервые. Хорошо, очень. Мне приятно поговорить. У нас лучший футболист Таджикистана, игрок сборной такой, звезда наша. Да, ладно. Давно уже не игрок сборной пока. Нет, нет, почему? Сборной, помнишь мои слова, тренера приходят и уходят, а хорошие игроки всегда ты лучший футболист Таджикистана, так что Нурик, такой наболевший вопрос, если ты говоришь о сборной. Давай поговорим о сборной. Почему ты думаешь, что у тебя нет в сборной? Сейчас тебя не вызывают. Ну, вы прекрасно знаете, когда в Омане играл, и вот тогда пригласили, но я не знаю, для чего пригласили меня, я без понятия, для чего меня пригласили, потому что когда я приехал за сборную, в товарищеский матч сыграл 10 минут, а Семян вообще не вышел. Если меня тренер не видит в основном составе, я думаю, легионера вызывать, и чтобы он сидел на замене, я думаю, это неправильно, потому что из-за этого у меня потом были плохие отношения с тренером клуба, и от этого последние сколько, где-то 7 туров я не играл в основе, только во втором тайме выходил, и вот такая ситуация, перед Японией вообще травму получил, и вот, если честно, пропало желание, пропало желание играть в данный момент за сборную, я там был, я посмотрел, какая атмосфера там была, в какой тренерский штабе, если честно, я это прямо говорю, что в данный момент абсолютно нет у меня желания играть за сборную, потому что там есть игроки, играют, и в принципе я не нужен такие игроки, как я, как Сио Вуша с роли, много таких игроков, я считаю, что Сио Вуш самый сильный центральный защитник в Таджикистане на данный момент, на данный момент, но его не вызывают сборную, я про себя молчу, я про себя ничего не говорю, про меня инстат расскажут, такие вот дела. Всегда сборная Таджикистана, раньше, когда играл я, даже в свое время у нас были старики, были взрослые, ребята, которые держали дисциплину в команде, как ты думаешь, сейчас в команде есть дисциплина? В сборной именно? Слышишь, Ахеанчер? В сборной? В сборной, да. Нет, нету дисциплины, я это говорю прямо, я вот был на сборах в Малайзии, были потом после этого Мьяну, Душанбэ при Японии были, нет, я не вижу дисциплины, я вообще не вижу. Раньше было так, как были старики, сейчас почему-то в сборной вообще не увидишь взрослых игроков. Причина, как ты думаешь, чему это, почему так? Раньше взрослые как-то вели команду, должны были держать, на их опыте как-то росли игроки, а сейчас все игроки почти... Аккай Алишер, допустим, сравнивать ваше поколение, наше поколение и сейчас поколение, как сказать, небо и земля. Ваше личное поколение, там были такие футболисты, в любой команде, посмотри, легенда, вот легенда, я там, я не знаю, в любой команде были хорошие игроки. Ваше поколение, вы, вот в регаре, допустим, на какой позиции не посмотришь, легенда играет, на защиту не посмотришь, легенда, Акай Рустам, там Рустам Табаров, про нападающих вообще я молчу, Акай Суроб, как он, а Хурик это, Хурик, я просто, я не знаю, вот с Хуриком, я не буду говорить людей, с Хуриком, Акай Хушедом, немножко, но морды когда, если бы Хурик до сих пор бы играл бы, вот на моем веку я вот столько игроками играл, вот с этим игроком мне очень комфортно, вот знаешь, вот говорят, не знаешь, что делать с мячом, отдай мяч, вот Хушед Мамудов такой игрок, я собака, я говорил, Акай Хурик, назад, не возвращайся, я буду собака, я буду отбирать, я буду тебе доверять, 2015 год, братан, не только Таджикистан, вся Азия в шоке была от нас, Астрологич, нашей игрой пошел, про защитил, это о чем говорит, о том, о том, что, ну да, там Костяк был, Костяк был сумасшедший, и Астрологич, Астрологич, Астрологич советовался с нами, слушался нас, но в итоге он делал, как он хочет, и вот от этого в 2015 году это топовый сезон был, топовый состав был, а сейчас молодые, я как их называю, поколение, короче, Кока-Кола и так далее, раньше, если я сидел, образно говоря, если Рустам Табаров, или Шура Джабаров, или Акаи Шудё, сказали, ну, Рикиди, принеси мне воду, для меня это авторитет, то, что они мне сказали воду, я еще пошел, кран открыл, чтобы вода холодная стала, а сейчас молодые, даже, не всех молодых имею в виду, но большинство, большинство, охреневшие, охреневшие, и вот из-за этого они никогда футболистами не станут, потому что футболистов много, а хороших людей это очень мало. Что за шутбол? Да, я вот тоже раньше футбол как-то строился на дисциплину, всегда были взрослые, вот ты говорил про Хуршед Махмудова, я тоже сборная, когда последние годы уже играл, последние два года его уже не было, для меня это был, этим игроком я вырос, например, мы вместе прошли карьеру, увидели много что, на его опыте много выросло, и в конце так с ним поступили, я думаю, до сих пор ты правильно говоришь, он до сих пор бы сейчас играл бы, в его форме, которую он дисциплинировал, 100% он бы играл, ему хорошего опорника собаку, ему хорошего опорника собаку, и все, Хурик там чудеса творить может, вот и все. Вот так же сейчас поступаю, считаю, поспать, с тобой, с Фатулло, Сява, Доброн Эргашурка, кто еще, ну и больше нету, мне кажется, футболистов нормальных на сборную, Васиева почему-то, Васиева почему не зовут, твоя, как ты думаешь, я не знаю, там знаешь, руководство федерации, руководство федерации, все делает, все, я имею ввиду, Акаи Хурше, да, Рустам Мали, Сайдзо, до Шорух, они все делают для футбола, но вот советчики, кто вокруг, вот я не знаю, кто советы дает такие, допустим, знаешь, сейчас в федерации футбола, знаешь, почему судят, если у тебя хороший характер, если ты не разговариваешь, если ты не огрызаешься, тебя берут в сборную, а если ты говоришь правду и за справедливость страдаешь, ты не в сборной, из-за характера они берут в сборную, какой бы ты хороший игрок ни был, но я не знаю, это абсурд, это я не знаю, я не знаю, они хотели этим сломать нас, но не получается, Фарго там играет, допустим, Сио Ужбан, Ладеш играет, я слава Аллаху здесь играю, каждый матч 90 минут, в принципе, да, ну, ну, ну и что, дай бог придет то время, когда в футболе будут футболные люди и все будет четко, пока я тоже думаю, да, пока наш спорт, как-то футбол, профессионализм как-то еще не пришел, на уровне профессионального клуба у нас только, наверное, один клуб в Таджикистане играет, больше я не вижу, да, Худжанд может где-то подтягиваться, но это не тот уровень, который нужен для быть чем-то, еще я так думаю, раньше это был Ригар, подтягивался как-то к нам более-менее чуть-чуть, появился Истекло, Ригар исчез, сейчас только играет Истекло, вот обидно, что чемпионат у нас, и то чемпионат стал еще слабый, ну, как сказать, я скажу то, что все упирается в финансы, да, допустим, вот в ваше время там команды были, у них хорошие финансы были, допустим, Ригар, Талко, допустим, там Хима была, допустим, там Вахш в то время очень хорошо спонсировали, все заключается в финансах, вот здесь, да, если так взять, местных футболистов сильных не очень много, не очень, но от того, что они раздали паспорта всем, вот в команде, вот в нашей команде легионер, считаюсь я, Азиат, Джавлон, Збек, и два бразильца, четыре легионера, да, еще помимо четыре легионера в основном составе играют три, негериец, голландец и бразилец, у которых есть паспорт, уже в команде семь легионеров играют, и плюс там дополнение два-три местных игрока, и в всех командах такая ситуация, и плюс хорошие деньги, от этого уровень растет, вот я их спрашиваю, почему, вот допустим, вы в Африке не рветесь, он говорит, зачем нам в Африке надо, если у них призовой фонд пьяла президент, это наподобие нашего кубка ФФТ, у них призовой фонд полтора миллиона долларов, чемпионство выигрываешь, там, если я не ошибаюсь, или восемь миллионов, или десять миллионов долларов дают тебе, они говорят, зачем нам там, короче, мучить себя из-за трех миллионов, понимаешь? Тоже правильно, да, значит, финансовый, ну, все упирается в деньги, все в деньги упирается, есть деньги, есть хороший тренер, есть хорошие игроки, есть хорошие игроки, есть качественный футбол, и все, это уже все знают. Да, насчет тренеров, говорим, что ты скажешь о уровне тренеров таджикского футбола? Наш, местный. Я вот насчет местных, я тебе скажу, что я местный, очень хороший, вот, тренера, вот я последний год работал после травмы с Алишером Тухтаевым, он не как футболист был хорошим, ты его лучше помнишь, он не как человек отличный, а как тренер, я не знаю, я давно такие тренировки проходил в Германии, когда я был, и когда Лазарович в Стихлоле был, у него чисто футбольные упражнения, вот, понимаешь, там, допустим, нету такой беготни у него, у него, допустим, там прыгаешь, бегаешь, там отыгрался, забил, вот это, все с мячом, вот, я не знаю, почему Алишер не главный тренер, я понять не могу. Можешь нашим не доверять, у нас есть Алидин Турдиев, я тоже считаю. Алидин Турдиев, он что сделал, есть, допустим, Акай Зайнедин, Акай Сафар, вот Акай Сафар, Акай, если ты на Фронте был, ты посмотри, как его дидишки играют, они, я когда первый раз увидел, я был в шоке, да, допустим, как они одно-два играют, хороший, Астрович, вот после тяжелой болезни, сейчас на ноги встал, я считаю то, что он один из лучших в Таджикистане, у него про-тренировочный процесс, ну, хай у всех тренеров есть свой характер, Акай Лишерт, это сам прекрасно понимаешь, но я к чему говорю это, к чему говорю это, я думаю то, что в данный момент в наших сборных, в наших клубах, я думаю, не нужны тренеры-легионеры, я думаю, наши тренеры справятся с этим. Да, просто у нас сейчас и олимпийская сборная, один тренер, и национальная сборная, я думаю, неужели у наших местных тренеров для чего готовят, и для чего они дают результат, я думаю, они дали результат, что я, Казани Динь, что Али Динь Туды, вообще он меня, честно сказать, удивил, молодец, я с ним играл, как и футболист, он был профессор, я думаю, он и как тренер состоится отличным, почему бы им не дать шанс, дать им ту же олимпийскую сборную, молодец. Вот мы как футболисты, для меня что важно, чтобы тренер был для меня авторитетом, допустим, если Акай Али Динь станет тренером, он для меня авторитет, потому что он играл на уровне, я буду его слушать. Если Рахматлов у Зайлов станет легенда, допустим, я не про всех тренеров говорю, допустим, когда Мухси Мухаммадиев был тренером, легенда, он, Каюмыч, они легенды таджикского футбола, допустим, когда они тебе говорят, ты их слушаешь, они говорят, поверьте мне, мы тоже были футболистами, и на каком уровне мы, они играли на каком уровне, и грех не слушать их. Вот когда тренер авторитет, когда такие игроки, как я, как Фат, Ахтан, Падриви Зумарбаев, Искандар, Алик, мы вот с открытым ртом слушаем их, вот тогда будет результат, понимаешь? А когда тренер не авторитет, допустим, очень сложно, очень сложно, допустим. Вот, допустим, сборная, сборная, вот тренерский штаб, допустим, Акай Далер, да, он хороший человек, он отличный, ну, бедный вообще, я не знаю, там какая система, он вообще на треневках ничего не говорит, только там фишки расставить, да, допустим, молчить, ну, для меня нет там авторитета, поэтому, там для многих такая ситуация, как у меня, просто у меня есть смелость сказать это в лицо любым, а у некоторых это внутри, боятся место в сборную попасть, потерять то есть. Да, тренер, тренер, я тоже сегодня много думал о тренерах, о тренерах вообще, в сборной, когда сам еще играл, знаешь, самый запоминающий тренер для меня получился, это Тулот Кудыров. Не знаю, вот я много чего сопоставлял и думаю, единственный, кто поступал честно по отношению и к игрокам, и думаю, по отношению к себе, это был Тулот Кудыров. Вот такая Тулот, да, вот такая Тулот, да, вот допустим, он, вот как сказать, он объяснял нам, да, ну, грубо говоря, в то время по футбольному, в принципе, он много чего не знал, но он, знаешь, он вот так с нами обшался, да, бачачаджон, вот он так нас настраивал, он вну, тучико, в дыме бэкара мекандеем, гуфти тучико, в дыме бэкара мекандеем, а кайплод, вот таким человеком был, да, и, ну, результат гуфти тучико, люди говорят, тучико, гавзан, бару даро, тучико, мекандеем, тучико, гавзан, мекандеем, не ки, му, тасикхуна, дар, я зиоди, одаму, забон, тучики, гузыргий, мора, нямедонан, а я ми сабаб, му, в руси, сухан, меканем, безё, рюта, му, бифам, но, тучико, мейдонем, бару даро, просто они говорят, на таджичском, разговаривать надо, просто подписчики, тут многие русские, да, допустим, не знаю, да, допустим, я тоже закончил русскую школу, просто мне легче говорить на русском, бахшиш, бару даро, хай, если будут какие-то вопросы, будем говорить на таджичском, Вопрос задали, что скажете Мубини Иргасову. Мубини Иргасову, я еще раз повторюсь, что один из лучших тренеров в Таджикистане. Да, у него сложный характер, но в любом случае мы с ним общий язык находили и добились хороших результатов. Ну вот, сильная, тяжелая болезнь, в принципе, его отлучила от футбола, но он вот сейчас опять начинает входить в эту систему. Астрович, астрович, астрович. Да, астрович у него очень сложный характер. Когда помню, мы одну восьмую финала играли в 2015 году, короче, и там у нас штрафы собрались, но у каждого игрока там нормальные штрафы вышли, там две тысячи сомонов, три тысячи сомонов, и он нам сказал, одну восьмую выиграть, я все вам прощу, короче. И мы выиграли, потом через неделю за зарплату приходим, оказывается, штрафы не убрали, всех штрафанули, и у нас бунт начался, короче, и Астрович нам обещали, нам обещали. В итоге, короче, взяли, вот эти деньги ушли. Я еще против Астровича в свое время футбол играл, Нурик. Да. Как игрок он еще, я помню его. Здесь вопрос задают мне. Барсиш, почему ты закончил играть? Я получил тяжелую травму, так получилось, не смог восстановиться. Сделал операцию, одну, вторую, и неудачно все. Получилось, пришлось закончить футболом, из-за этого так получилось. Еще, если честно, клуб со мной не поступил, как-то нечестно. В лице нашего начальника клуба. Так что футбол такая вещь, когда ты на коне, ты всем нужен. Как ты сломаешься, коня и убегаешь. Когда ты на ходу, когда ты на ходу, ты нужен, а когда ты... Да. Ну, в принципе, в моем случае, ну, слава Аллаху, то, что вы стихнули руководитель, он очень большой человек, ты сам это прекрасно знаешь, я получил травму, в принципе. Он очень сильно поддержал меня. Несмотря на все это, он подписал меня, был в команде, с финансами помогал. Насчет этого я очень ему благодарен. Да. Ну, это, видишь, зависит все от руководителя. Когда у тебя руководитель порядочный и честно относится к игрокам, все будет хорошо. Тебя и вылечат, и поддержат. А завтраками кормить... Знаешь, сейчас большинство руководителей в клубах, знаешь, не имеют спортивного образования. Они... Вообще, я думаю, футбол сейчас нужно переводить на профессиональный вид. Как это? Если ты тренер, ты должен иметь обязательно профессиональное образование спортивное, что ты учился на тренера. Или ты менеджер, ты должен иметь, определенный спортивный менеджер должен иметь диплом или ты должен заканчивать. А так сейчас, знаешь, по старой системе, люди, которые работали 20 лет назад, они сидят в клубах, они так же сидят. А футбол движется вперед, а эти люди затормозились, знаешь, в прошлом веке. Сидят в 90-х, и им... Да, да, да. Они бегают, они не гоняют, они не хотят, чтобы футбол развивался в их клубе. У них стабильность, как говорится, тихо поели, тихо мало взяли, и все, и самое главное это. Вот эта система... Нет, я вот задавал вопрос даже Алишеру Урунову. Каким критерием вы делаете лицензированные клубы? Вы проверяете, кто из них, кто, кем и работает вообще? Есть у него образование? Чтобы он был... Знаешь, вопросов много задавал, ответов не получил, но Рыб. Не, Алишер, я тебе сейчас одну версию со мной согласился. Это уже глобальные, да, проблемы. Мы у нас, допустим, вот я сколько, вот вы стихлили, более хотел наладить элементарное, чтобы, допустим, я был готов и зарплату каждый, давай там, допустим, по 5 или 4 процента, чтобы купили еще две машинки в раздевалку и администратору дополнили бы зарплату и приходишь, твои вещи тренировочные лежат уже. Ты просто, как футболист, приходишь, не с рюкзаком, а, допустим, ну, как, да, с личной гигиеной, да, пришел, да, вот здесь все клубы такие, даже на 18 месте все такие, там приходят с маленькой сумкой в раздевалке, все, твое уже готово, да, я вот это вот элементарное хотел наладить, но не получилось, да, не получилось, а, допустим, вот этот сезон, да, ты про лицензирование говоришь, вот, вот, вторая в Таджикистане, да, они вышли на первую игру без шеврона, понимаешь, вот такие вот нюансы, у нас надо с меньшего начать, допустим, а так, в принципе, стараются, руководители делают, но все-таки что-то не получается, или советы им не дают, или, я не знаю, понять не могу, вот это я понять не могу, я не знаю. И спонсора не солидно, в начале сезона все руби начинается, в середине сезона все команды распадываются, это надо понять. Ну, пока у нас футбол неприбыльный, поэтому, допустим, как сказать, спонсора, кто хочет просто так на ветер деньги давать, а, конечно, если люди сильно любят футбол, да, базар, ноль они дают, но, как тебе сказать? Ну, будет ли играть, смотри, вот сейчас, например, в нашем чемпионате с Хатлом, открытие сезона, играет вообще молодцы, первая, вторая, третья игра. Сейчас, смотри, не будет платить деньги, команда тоже второй круг распадется. Куда? Зачем? Почему? Нет, ну, если Хатлон распадется, это будет очень большая ошибка торжистского футбола, но, слава Аллаху, то, что уже позвонили, там, допустим, сказали, уже поддерживают их, клянусь Богом, я когда смотрел этих ребят, они очень приятно удивили, очень приятно, потому что просто так вперед не бьют, катают, против фестивола они очень достойно выглядели. очень, очень достойно выглядели. В конце не повезло, им я думаю, то, что эту команду по-любому поддержать надо, по-любому, а там, они не сумасшедшие зарплаты получают, там, сделай, ребята, максимум 3 тысячи, 3 с половиной тысячи, они будут рады, они будут прыгать, и все, мотивация нужна, мотивация. да, ну, здорово сыграли, да, думаю, они в этом году многим еще кровь попьют, дай бог, да, спокойно, спокойно, самое главное, хатлон, им была, как сказать, ровная поляна, вот им нужна ровная поляна, если ровная поляна, они раскатают, они Хаджин на выезде раскатали, это был уже шок, и Стихлол практически выиграли, но, к сожалению, в конце допустили немножко ошибки, я считаю, судья ошибся там. Судья ошибся не с пенальти, это чисто мое... Судья ошибся с красной карточкой, а этот уже уже пенальти. Это чисто мое субъективное мнение, Кэль Ишель, я всех судей знаю, я с Дадабаевым дружу, я с Акай Сайодом дружу, я к ним очень хорошо отношусь, у меня никогда с ними конфликта не было, Акай Нашу я тоже хорошо знаю. И вот, я думаю, то, что в такой игре на 95-й минуте такой пенальти не стоит давать, если там 100% подкат сзади, сбоку, да, но, как Акай Ориф сказал, красная карточка, он поторопился, потому что он не взял учет дух игры, а почему пенальти он не взял дух игры, да, допустим, и не только я говорю, он квалифицированный рефери из Ирана, он тоже сказал, тоже на 95-й минуте, при такой игре, такой пенальти не ставят, потому что, как сказать, да, фолл был, но я думаю, это чисто мое субъективное мнение. А я по-другому это, короче, сделал, вот эта красная карточка, а уже после, когда получил пенальти, это уже рефери просто себя потерял, насруло себя, короче, полную гумку. Ошибка, думаю, Хатлон обязан был выиграть эту игру, если бы они выиграли, вообще бы чемпионат у нас вообще бешеный. Неужели появилась команда, которая может быть лол дома у себя? И это, знаешь, редко, когда такое увидишь или услышишь. Я сам всегда бился против вас, Нурик. И степло, когда вышла команда, всегда, ну, сосав у вас был сильный всегда, Нурик, с вами было приятно. И за счет игр ваших я, короче, всегда попадал в сборную. Для меня и степло, это была как путевка, игра, это, путевка сборной. С вами играешь хорошо, сборную вызывает. Плохо играешь, сборную не вызывает. Зоир Джурабоев, братишка, говорит, что 100% в финале было. Ну, как сказать, и степло, моя семья, братишка, но справедливость, это справедливость. Ну, может быть, ну, как сказать, чисто мое субъективное мнение, я еще раз говорю, то, что сюда не доходят, должен был пенальти давать. И не только, я так считаю, вон, судья с Ирана, судья FIFA, понимаешь, он, допустим, говорит, то, что в такой игре, на 95-й минуте, такой пенальти не ставят. Это факт. А на, что там, ну, да, в то время, 2015-2016 год, еще вот 2017 год, это уже конец был, уже после этого, немножко начали хромать. 2015 год, мне, такой, в данный момент, он один из лучших полузащитников страны, Джон Гирергашев, который играет в Бангдадеше, он мне говорил, что, Нурик, когда вы приезжали в Хаджен, вот тот из Тихол, 2015 год, экипировка, наушники, дребицы, красные, вот, он говорит то, что я с Алиевым мечтал, чтобы в Стихол попасть. Представь, такие игроки мечтали, чтобы в Стихол попасть, братан. Ну, ведущий клуб Таджикистана, флагман сейчас, любое игрокосы, команды. Конечно. Так что, быть чемпионом, ну, ты у нас уже столько раз чемпионом, многократный чемпион Таджикистана, ты уже, медали, в красный, по-моему. Ну, кубок выиграл прилично, АФК выиграл, лучшему признавался. АФК почти, вот, АФК надо было один раз выиграть, и можно было карьеру закончить. Да. К сожалению. Два финала, и обои, и дом, какой это был, блин, такой шанс был, Нурик. Я за вас так болел, если честно. Хотя Истеклоу для меня, это как соперник, всегда бился с вами, хоть и головой об стенку, но бил. Ну, а когда вы играли в финал, особенно на Фрунзе, это было что-то, ну, обязаны были выигрывать, но и состав у вас был вообще бешеный на тот момент, когда еще Бледов, вот они были, Мамур, до сих пор, я говорю, вот это обидор, и должен... Этот финал нам по-любому не дали выиграть, потому что Султан Джохора прилетел, он там был на частном самолете, а ты знаешь, что квартира Африка находится в Малайзии, там очень... Мы забили три гола хорошо, два были вне игры, но третий был стопроцентовый гол. Джохор в тот момент не был силен, как сейчас он, да, сейчас там такая инфраструктура, там просто космос. Можно было выиграть, но нам бы не дали выиграть, а второй уже финал в 2017 году, там уже команда была намного сильнее, там игра была до гола, кто забьет, тот и выиграл. Вот они забили и выиграли, в принципе. Но я думал то, что когда Сточник отбил, в пенальти, думал, выиграем матч, но увы. Увы, да, это спор. Нурик, тебе здесь вопрос задаю, ты в Худжанд, по окончании своей карьеры в Худжанд не хочешь поехать? Не, не, спасибо большое, я очень уважаю Худжанд, очень люблю этот город, в принципе, но в Таджикистане, даже если я буду играть, кроме Стихо, я нигде не вижу, потому что Стихо семья моя, я только там играть буду. Хорошо, еще один вопрос, как думаешь, когда Худжанд станет чемпионом? Или вообще когда-нибудь он будет им? Конечно, будет чемпионом. Вот, многие говорят, что Стихо не дает, и Стихо не дает, и так далее. Ну, во время, когда топовый состав был, Куляб же два раза чемпионом стал, да, допустим, был состав сумасшедший, болельщики были сумасшедшие, стали же чемпионом, да, допустим, были моменты, когда нас обыгрывали. Это футбол. Если они будут настраиваться, биться против Стихола, и Стихол только можно настроем выиграть. Классом его сложно выиграть, потому что там квалифицированные игроки, они вам не дадут. А если они настроятся, то я думаю, в Таджикистане невозможно выиграть Стихол. Вот с Хатлоном почему так получилось? Потому что ребята не настроились. Понимаешь? Если Стихол настроится, а ты сам это понимаешь, сложно против них играть. Сложно. Да. Мне много вопросов задают, просто, когда Худжан станет чемпионом. Я говорю, ну, с такой вопрос, чтобы стать чемпионом, надо в два раза выше быть из Стихола. Ну, не думаю, что... В свое время я с ними, тоже они были нашими конкурентами, Слигаром, они постоянно бились, бились, но ничего не получилось. Иногда бывало, даже в последнем туре у нас чемпион определялся. Мы играли золотой матч с Худжандом, я помню этот день, 28 октября 2008 года, вот такой был последний, когда чемпионом был регат, мы играли с ним золотой матч. Вот считай, нам только нужно было выиграть. Если мы проиграли, ничейка, Худжан был бы чемпионом. Мы их у них же дома также 2-0 сделали, и Худжан вечно второй как-то был. И сейчас, мне кажется, в ближайшие 5-6 лет чемпионство еще не светит. я не думаю, что они готовы быть чемпионами. Да, просто они потеряли дух чемпионства, поэтому сложно. в принципе. Господин Додов, вы еще кого-нибудь любите? Сейчас я отвечу. Я говорю, Худжанди сейчас поменялось руководство, все руководство стало более солидным. Акаи Мурод? Да, вот люди, гонеры приезжают туда, допустим, и Каджидский. Что скажешь Акаи Муроди? Как менеджер? Какой он? Ну, как менеджер, он профессионал своего дела, допустим, он... Ну, в принципе, люди вот того края, вот, Худжан всегда отличались профессионализмом, работоспособностью, да, допустим, трудолюбивый, очень грамотный, такие, тактильный. В принципе, Акаи Муроди очень хорошо справился со своим делом, в принципе, к нему вопросов никаких нет. И сейчас он, думаю, справляется, но просто иногда бывают поражения, но я думаю, то, что в этом никак менеджер не виноват. Так и я не могу ничего сказать. Там сейчас играет твой товарищ, наш товарищ, близкий друг наш, Фатуло Фатулоев. Что об этом скажешь? Почему он не остался в стеклоле? Мурри? Хотя всю жизнь играл в стеклоле. Ну да, он всю жизнь играл в стеклоле. Он много чего дал в стеклоле. Он в 2015 году, я тебе скажу, то, что эта связка впереди Фат, Махмудов, Диджик, Ману, Ламану. Наше дело было просто отобрать мяч, отдать этим парням и все. Они все творили чудеса. Ну, я не знаю, там, я не знаю, вроде Левченко хотел его в команду, но там, что случилось, как получилось, я не знаю, в принципе, этих нюансов, что там случилось, кто там был против. И Фат оказался в Хардженте. В принципе, у Харджента тоже хорошая команда, сейчас просто им надо сплотить, как семья, да, допустим. И биться, вот и все. Потому что против Харджента и Стихола все будут настраиваться. Да. Здесь вопрос задают Ахтам Хамракулов сейчас отдыхает дома в Кургане. Был в Америке, прилетел, сейчас дома. Нурик, тебе... Самый перспективный игрок на Туле... самый перспективный молодой игрок я не могу назвать одного. Я не могу назвать одного, но чисто по моему мнению, может, я некоторых не знаю еще. допустим, Эхсон, Пан Шамбе, Табре Давлат Мир, Шеридин Бобоев. Они уже не молодые. Они уже не молодые. Он уже не молодой. Ну, они... Но они должны заиграть уже, когда возьмем из вот этой команды чемпионат мира, да, Рустам Суирл. Я с ними сборы проходил вот этой зимой перед тем, как в Оману лететь. Рустам Суирл, Амадонни, Ислон, Эммо Мали, кто там еще? Джонни Бек. Вот этот вот состав, вот большинство очень перспективных, да, очень перспективных, очень хороших игроков. Вот костяк Локомотива по миру, который играет в высшей лиге. Если они будут так же продолжать играть, думаю, они заиграют. Но мой им совет, мой им совет, да, вот как футболистам. Нас, мы когда в Академии Минска были, нас учили, да, тренер. Он говорил то, что если хотите занять первое место в республике, ставьте задачу занять первое место в юнической лиге чемпионов. Тогда еще было это. Если не получится лига чемпионов, займешь по-любому первое место в республике Беларусь, да. Если будешь метиться первое место в республике Беларусь, займешь третье место. Короче, всегда планку выше ставь. Вот то, что они сейчас играют, да, в высшей лиге, то, что Рустам иногда выходит на замену Амадони выходит, чтобы это не было для них пределом, чтобы они работали, работали, выехать за границу, где они будут играть в хорошем чемпионате, да. Вот это я им посоветую, вот и все. Я думал, это нападающий, который сейчас выстрелил, Сауиров, да? Я думал, он сидит, нет, нет, не лучше было бы, если бы он играл бы так же со своими раввестниками. Ну, вот смотри, да, смотри, да, здесь палка от двух концов не берут, потому что не будут ставить, да, а вот посмотри, с замены вышел, три гола забил. Ну, я думаю, то, что этот матч он в основе выйдет. Он, в принципе, принял вызов, и сыграл, понимаешь? Ну, для меня, для меня, вот, я тренировался, я видел игру десятого номера локомотива и слома. Ну, я давно такого нападающего не видел. Я не знаю, у него, он, допустим, он и может нападающий сыграть, под нападающий. Он, знаешь, такой таран, как, какая суровая игра в миду. Он очень перспективный. Вот, недавно на сборах были, Филипчук его к себе хотел, но я не знаю, что, не получилось, там, что-то они, ну, не знаю, там, какие-то подводные течения не получилось. А Филипчук его сильно хотел в «Спартак-2». Нура, ты держишь Рузу? Нура держит Рузу, я знаю. Амдули-ля, держу, держу Рузу. Вопросы такие, кто финансирует из «Стеклоу», Нурик? Кто финансирует из «Стеклоу?» Ну, вы видите спонсора на майках, да? Ну, официальный спонсор из «Стеклоу» главный. Это завод, который выпускает питьевую воду, Сиома. А потом там идет «Добрый сок», аэропорт, я уже не помню спонсоры у них написаны, но основной спонсор у них «Сиома». Понятно. Так, 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 так. Додов, ты из какого года? Я из Турции, Узаде, город-герой Металлургов. Суровый город Металлургов, да? Как Раматису Рок Касимов, когда мы приезжали в сборную, раньше он так приходил, нас видят, ну че, регарцы, зажирались алюминиевые пыли бегов. Раматис, генерал. А вот, я вот всегда хотел спрашивать, вот, допустим, там никаких болезней не бывает, но вот эта пыль же на город идет пока? Нет, у нас, у нас, знаешь, перед городом есть лесополоса и весь, знаешь, ветер. Туда идет, то сюда идет. Он в сторону города никогда не идет ветер. Это так сделано в свое союзское время специально, я не знаю, почему, как это. Тора считали, да? В сторону города у нас вообще ничего не идет. И вообще, в Ригаре, если дать совет, ригарский, покупайте зубную пасу без фтора, потому что фтор у нас везде есть. Так что, мы выросли на фторе, у нас, он всегда был перед мячом там, где нужно. Все, забивал ее, он был лучше. Он бомбардир республики, я не знаю, он сколько там, 40 с чем-то заколотил за один сезон. Я не знаю, всю жизнь, вот последние два года, два или три года, вот всю жизнь у Ригара были сумасшедшие нападающие. Оливейра, Акай Суроб, Акай Осин, Коман, Нурхонов, мой сосед. Юсуф Кабиев тоже у нас играл. Тоже был мощный в свое время. Через Ригар, Нурик, прошли все лучшие футболисты Таджикистана. Тогда я маленький был, перед тем, как в Беларусь уехать, я когда видел футболистов в Ригара, экипировка, там, куртки, там, сумка, там, мы мечтали в Ригар попасть, но тогда было очень сложно, очень сложно, понимаешь, потому что тогда такие футболисты играли. Тогда можно было попасть, если за границей ты хорошо бы отыграл, и потом вернулся бы, ты бы попал, а так в Таджикистане играя сложно было попасть. Да, с нашим тренером, с нашей конкуренцией, у нас два одинаковые состава было, ну да, пробиться было очень сложно. Еще в то время футболистов много было, очень много было. Да, знаешь, когда, я думаю, наш футбол пошатнулся, помнишь, когда сделали закон, что возрастные игроки не имеют права играть? А, да. Вот это, я думаю, короче, чуть-чуть наш футбол пошатнуло, потому что на стариках футбол, я думал, держался. Я думаю, что в команде до сих пор должны быть старики, ну, в каком смысле старики, опытные игроки, не старики прям, у нас уже считается за 30 переходишь уже говорят «Боубичный». Ну, игроков всегда имеют троих, четверых в команде, которые будут держать команду в смысле дисциплины, там, поведения, потому что нужно контролировать всегда, я думаю, взять их всегда нужно по ежевых руках. Этому мнению придерживаются даже великие тренера в Европе, допустим, они все говорят, что на одних молодых нельзя и невозможно построить команду, по-любому внутри них должны быть старики, легенды и так далее, в любой команде, в любой команде, вот возьми, мира, а у них есть возможность омолодить, образно говорю, вот Барселона, да, у них вторая команда, там все игроки сумасшедшие, но почему они конкретно не омоложают постепенно, постепенно, потому что старики, они, они нужны, они нужны, потому что они учат новых игроков традициям клуба, учат, как вести себя, да, допустим, это очень такой показательный момент. здесь мне вопрос задают, свой самый такой матч, какой, я вот могу сказать, две, если взять два матча, если разделить сборную, Таджикистан и клуб, за сборную я сыграл свой лучший матч в Сингапуре, первый мой отборочный матч за сборную, я вышел во втором тайме, отыграл, я так, я так никогда не стоял, знаешь, это было именно за сборную, а за клуб, самый мой незабываемый матч, это финал Кубка Таджикистана 2012 года против Истеклова, против вас, Нурик, если ты помнишь этот матч, на Фрунзе мы проиграли, да? Не на Фрунзе, в Леннабаде был этот матч, тогда еще был Кавазович тренер, мы проиграли, да? Мы по финалу тебя вас обыграли, девятером, вот это последний момент, когда ты вытащил, помнишь, блядь, самый такой матч незабываемый, до сих пор это 6-7, я вот этот момент тоже помню, я отобрал, я отмал отобрал, и я в подкате у него в штрафной отобрал, и с двух метров он не попал тебя, как ты ногой отбил. Это было, в 89-й минуте. Мы выиграли тогда в Ужанди, да, это был такой, это последний трофей, что выиграл Рига. Сейчас нету таких матчей, Сейчас таких сумасшедших матчей нету, допустим. То же самое с вами, да, в Рига играли, стадион на 60% полный был, а про Куляб я вообще молчу. Здесь вопрос на Куляб. Да. Когда был чемпионом, когда стал чемпионом, 2000-е, это какой был год? Мы не проиграли ни раз Кулябу, но не стали чемпионом. Я отвечу так, это говорят про Куляб. Я Куляб сам играл в свое время, год, отдал этому клубу год моей жизни, как говорится, Хизмат Кадагиум. Не, я не знаю, вот когда стадион собирался, любой футболист, даже я, в глубине души, мы хотели за Куляб играть, потому что 30 тысяч поддерживают тебя, а это самое главное для футболиста, я считаю, это болельщики. Я думаю, я в глубине души хотел за Куляб играть в тот момент. Это был 12-й год, да, они стали чемпионом? 12-13. Два года, да? Да. Закир Бердекулова Мешно Сетомин. Да, конечно, знаем, это Галеодор, больше него, никто в Таджикистане голов не забивал. Здесь Афирус Караев вопрос задает мне. индейцы где находятся? Индейцы, Фирус Караев, ты же знаешь поколение индейцев, ты Шариф, я вас так называю, Бабаджанов. Так, Нурик, тебе вопросы. Сумасшедший матч в Худжан, 4 с пол, не забудьте. Зато ФФТ хотел уничтожить, но это, блин. Нурик, расскажи про Самада Шолзухурова. Я не знаю, почему, но тебе много вопросов задают про Шолзухурова. Что случилось между собой? Почему говорят? Я не знаю. Это знаешь как, это с воздуха, с воздуха, не знаю, информацию берут. Ты помнишь, когда-нибудь я Самада сломал, у Самада когда-нибудь была тяжелая травма? Я вот интересно сказать, я не знаю, почему он закончил футбол. Вроде такой был, блин, он такой надежный. Я у него выстекло ли, выстекло, да, 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 как? Ну, ура. Слышишь меня как? Да, 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 Я говорю то, что в Самадам, когда вы стекло ли играли, он играл в основе, я был на замене. И как я мог его сломать, да, допустим, вот, недавно был прямой эфир, мне сказали этот вопрос. Вопрос Турневки его сломал, и у него карьера сломалась, я начал играть. Но в Истекло ли, первые годы я играл нападающий, Самад был полузащитником. У нас до сих пор с Самадом хорошие отношения, то, что вам говорят, то, что вы думаете, это все вранье, а насчет его футбольных качей скажу, то, что даже со мной Акай Аль-Шер согласится. Такого центрального полузащитника, который так прекрасно видит поле, я думаю, я до сих пор не видел. Он мог через себя дать один на один, допустим, он был сумасшедшим игроком, но я тоже, как Аль-Шер, без понятия, не знаю, почему он закончил с футболом. Один Аллах, знаете, Самад. Я вот все думал, что он будет как Хуршед Махмудов играть. Я думал, это примерник будет Хуршед Махмудова, потому что на его позиции как Хурик, например, я сейчас не вижу таких игроков, чтобы играли как Хурик. Именно по мыслению, как работает голова, видение поля, ну и Самад, почему исчез, когда он успел травму получить, получал он вообще ее или нет. Я не знаю, я не знаю, у него не было серьезной травмы. Я не знаю. Хуршед Махмудов в сборной забирает в армию сейчас, это модно. Ну, знаете, когда забрали там пару футболистов, сказали, что сбор, ну, знаете, надо служить, если у тебя пришел возраст, я думаю, надо отдавать свой долг. Если ты у нас только, если ты сын в Таджикистане имеешь права не служить, а так, если у вас братья, вы обязаны отдавать как-то долг в своей стране. Так что все служили. Был такой момент, ну, меня из дома забрали, чтобы в армию служить. Мы обыгрываем, короче, ЦСКА на выезде в Душанбе, министр обороны был на трибуне. И мы обыгрываем их крупно, не помню, какой счет, ну, больше трех-четырех там. утром рано меня полседьмого утра из дома забрали. Прикинь, мне стучатся домой, я открываю дверь, меня с двух рук забирают, говорят, приказ министра обороны, отвозят военкомат, все, меня уже оформляют. Я говорю, эй, вы что, я служил-то, говорю, там, у меня есть военный билет, говорю, у нас президент клуба, в то время был Харьков Мирзоев, все мы служили, нам всем давали военные билеты, по приказу министра меня почти, во второй раз чуть не отправили служить. Потом, нет, военный билет есть, я говорю, да, есть, все равно будешь служить, а по закону я единственный сын, по этому нельзя. Потом меня отпустили, меня и что-либо, Фаруха. Был такой у нас, это, так что, если забрали бы, я думал, отслужить, что, два года быстро пройдет, так что, если мастерство, если у тебя есть, оно никуда не уйдет. Так что, ребята, не обижайтесь, свой долг, родине надо отдавать, так что, не надо на это обижаться. Да, точно. И трагедия... Салам алейкум. Так, после завершения Нуре карьеры в сборной хочешь работать тренером? Никак нет. Я вообще в футбольной сфере ни тренером, ни чем так официально не хочу работать. Я хочу, как сказать, в правоохранительных, в правоохранительных органах работать, в МВД. Вот что-нибудь такое связано. И, дай Аллах, вот на этом уровне еще 3-4 года поиграть, собрать какой-нибудь капитал и хочу 2-3 стадиона в Таджикистане построить и там бегать со своим сыном, допустим, у меня много знакомых, у них дети. Будут с ними дети заниматься футболом и все. А так хочу... Это предложение вышло. Министром спорта будешь служить? Министром спорта. Если я стране буду нужен, я на любую должность соглашусь. Если я нужен стране, на любую должность. Вот, допустим, нужные люди скажут, нужные люди. А Каличеря знаю, про кого я говорю, а там уже против Лома нет приема. я пойду буду служить и буду предан своей стране. Вот и все. Ну, Рик, теперь расскажи про свой самый сумасшедший матч в карьере. Еще вопрос. Это некрасивый вопрос. Договорные матчи были в моей карьере? В моей карьере договорников я никогда не играл. Я не знаю. Да, у нас, в принципе, договорники там, где миллиарды крутятся. В принципе, у нас не было таких договорников. не было никогда. Там, допустим, были моменты, когда играешь, там, ну, там в команде все знакомые, все друзья, ты выигрываешь 5-6-0, и там твой друг говорит, ну, я хочу забить гол. Ну, бывает так. Я специально его сбиваю в штрафной площадке, он забивает пенальти. Такое бывает чисто по-братски мы делаем, а то, что договорников на высшем уровне не было такого. Да. Теперь о своих матчах. Какие матчи, которые ты невозможно забыть? Ну, я думаю, в матче невозможно забыть вот эти два финала АКЛШ. 2015-2017 год два финала АФК, это невозможно забыть. Это обида, это обида. А яркие матчи, которые? Яркие матчи 2007-й год, чемпионат мира против Америки. Вышел, забил, 4-3 выиграли. Саламу алейкум. Я смотрел эту игру, я весь в Таджикстан в то время танцевал, пели, радовались. Было здорово. Я помню, эти матчи... саламу алейкум, в Таджикстан 4-3. Мы шаванами в Азифайке. Мне тут Азам, мой друг, пишет, он тоже сходил. Это очень мой друг, близкий, он как родственник. Он мне говорит, начальник УВД шарих худжан меша и шолох дохва мешем чибанэ. Так, 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 Далер, есть просто сказать про Далера Тхутасунова. Далер Тхутасунов, профессор таджикского футбола, таких Либеру, как он, центральный защитник. Знаешь, я перечислю четырех защитников, которые на самом деле центральные, они реально лучшие. В мое время это были Ахлидин Турдыев и Комиль Турсунов. Комиля Турсунова ты знаешь? Не, не помню. Ургутский был один Комиль Турсунов и до моды Абдулова Родов был. Не помню, не помню. Он лучший защитник 99-го года в Узбекистане признавался. И Наим и Далер. Вот этих четырех защитников работали и правая нога, и левая нога, и двухногие. Далер играет, Файскан тащит, так что молодец. Наима жалко вот то, что они играют такие сейчас обостры. да, да. Что мне, скажи, чтобы центральный защитник был, чтобы у него две ноги работали, как две руки, братан? Нет, я не вижу, я не вижу. Я до сих пор не вижу. Да. Я еще, знаешь, Далер, когда у нас в Ригаре уже последний год были, я всегда молодым говорю, смотрите, как он бьет по мячу, смотрите, как он дает пасы, учитесь давать правильный пас, пластером, сейчас защитники не могут точность передачи на 20 метров тебе прям, чтобы ты отдыхал от передачи. Курт Фаридун Гульмамадов, по-моему, задает вопрос, говорит, помни, говорил про тренеров легенды, с которыми нам приятно и хорошо работать, он говорит, Маурунио не был футболистом легенды, но он выиграл все, Клоп тоже не был легендой, но он выиграл все, допустим, да, я про Гвардиолу могу тоже сказать, я вам сказал, как мне футболисту работать приятно, если тренер он авторитет, понимаешь, а Маурунио и Гвардиола и Клоп они авторитеты в своем случае, поэтому им приятно работать и футболисты слушать, это не всех тренеров касается, понимаете, есть такие люди, которые от футбола далеко, вот допустим, Маурунио, как начинал, он был переводчиком, да, или ассистентом, не знаю конкретно, и вот стал одним из лучших тренеров мира, поэтому мы до Назар надеемся, Хамай Муравьёв, Хас Муравьёвки, да футбол, Чхэбгу Машхурна будан, и кидар Зиндаги Муравьи будан, Муравьи бехтариншин Муравьёвки, я тебя тоже поддержу, я как профессионал, знаешь, играя в сборной, для меня главное, чтобы тренер был первым чем профессионалом своего дела, если тренер сам прошел вот это, одел майку в сборной, так сказать, был, там играл, побеждал, он может меня чем-то научить, я могу от него с чем-то вдохновиться, я считаю. Конечно, конечно, это само собой. Если тренер, который этого не видел сам никогда, никогда, Нурик, как он может научить меня защищать честь республики? Человек, который не испытал этих эмоций, сам внутренне, что такое быть игроком сборной Таджикистана, выигрывать там, чтобы... А меня научить этому, это уже, я считаю, что... Нет, Нурик, я тоже за профессионалов, за именно таких, которые прошли школу, реально сами это видели, избирали... Ну, лично, вот, лично мне комфортно, лично мне комфортно, лично, работать с тренером, который был легендой, да, допустим. Я вот говорю, я работал с Акаем Мухсимом, с Каюмычем. Вот, а срорич, это сказать, его сравнить, как Мауринио, это можно, да? Тренер теоретически. Да, вот он на уровне сборной не играл, в принципе, он как футболистом так сильно не был, но таким средним, но он, как тренер, добился всего, у него сейчас про, у него сейчас про, у него в натуре такой богатый багаж, вот с ними, когда я сижу, вот общаюсь, у него такой богатый багаж, Акаем Мухсим, он такие, он, 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 такие вопросы, ты умничаешь, он тебе вопрос задаст, вот образ, например, про молочную кислоту, да, или про смешанную выносливость, все, тема закрыта. Здесь про Даврона Иргашева, Даврона Иргашев, это правый защитник, для меня он, сбор, Даджикистан, это лучший, молодец, я его, вообще, он мне как братишка, и когда только в Ригару он пришел, только в футбол, когда он был с нами, мы его, как говорится, не то, что воспитывали, направляли, я считаю, он мой большой товарищ, и он подтвердит это, что он учился на таких игроках, как мы, мы их направляли, был такой случай, Нурик, это реально такой случай, когда мы только, Даврон пришел к нам, нам там выдавали то ли премию, то ли что-то в долларах, ну, он берет доллар, Нурик, клянусь, это реальная история. Субтитры создавал DimaTorzok